всем привет добро пожаловать на канал с вами оксана и сегодняшнем видео я буду шить юбку на детскую кроватку также она еще называется подзор на кровать и так что мне для этого понадобится ткань фатин нитки ножницы иголки карандаш и бусинки юбку я буду шить на кровать размером 135 сантиметров на 85 для того чтобы шить юбку на кровать мне необходимо померить матрас кровать а также высоту от пола до матраса для того чтобы шить юбку мне необходимо вырезать четыре детали одна деталь основная это прямоугольник размером 138 сантиметров на 88 сюда уже в этот размер я добавила по 6 сантиметров на припуске теперь мне необходимо вырезать три полоски одна полоска по длине и две полоски по ширине юбку я буду шить только с трех сторон так как с одной стороны кровать стоит плотно к стене полосы я буду вырезать размером по длине два метра семьдесят шесть сантиметров одну и две полосы по ширине размером метр семьдесят шесть сантиметров это двойная величина длины и ширины ширина полос у меня составляет 25 сантиметров 22 сантиметра это высота от пола до матраса три сантиметра я беру на припуске теперь также я вырезаю из фатина три полосы одну размером по длине 2 метра семьдесят шесть сантиметров и две полосы по ширине размером 1 метр семьдесят шесть сантиметров теперь я обработаю края на всех деталях с той стороны где не будет юбки и на трех деталях по длине и по бокам по ширине я аккуратно заглаживаю край утюгом и прошиваю на швейной машине а Теперь я беру одну из полос, а также фатин, складываю фатин пополам, так как ширина моего фатина 50 см, прикладываю его к ткани, скалываю иголками и сшиваю вместе с тканью на швейной машине, отступая от края 1 см. В начале и в конце я не делаю закрепок. После того, как я уже проложила строчку, я вытягиваю вначале аккуратно нитку и собираю ткань до размера ширины и до размера длины моего основания. То же самое я буду проделывать со всеми тремя полосами. Итого у меня должно получиться длина полос 138 см по длине и 88 см по ширине, уже в собранном виде. Теперь у меня все готово, есть основание и три полосы уже в собранном виде. Теперь я буду пришивать полосы к основанию. Теперь я беру одну из готовых полос по ширине, отступаю от края 1,5 см, как в начале, так и в конце, прикалываю полосу и пришиваю ее на швейной машине. Затем также беру полосу по длине, также отступаю от края 1,5 см в начале и в конце, прикалываю ее и пришиваю полосу на швейной машине. И точно так же пришиваю последнюю полосу по ширине. Подрезаю немного край и обрезаю нитки. Теперь переворачиваю ружь на другую сторону и прокладываю еще раз строчку, отступая от края 1 см. Таким образом все мои швы останутся внутри и их не будет видно. Продолжение следует... Как видите, моя юбка уже готова. Я ее могу положить на кровать, а сверху уже я буду ложить матрас. К сожалению, конструкция моей кровати не позволяет выпустить мне юбку наверх, но если есть у вас такая возможность, то обязательно сделайте так, так будет намного красивее. На этом все. Я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok